Схема, которую по информации страховщиков используют автоюристы-мошенники для своего обогащения довольно проста. Как только человек попадает в аварию, они первыми приезжают на место ДТП и предлагают гражданину переуступить им права на взыскание выплат по страховому случаю. После этого сразу же обращаются в суд, минуя общение со страховой. И добиваются солидных выплат, которые могут в разы превосходить реальный размер ущерба. При этом потерпевшему гражданину на руки выдается гораздо более скромная сумма. Свои 40 тысяч рублей он получил, ну вроде как-то там с грехом пополам машину отремонтировал, доплатил еще деньги. А потом из налоговой службы он получает письмо. Уважаемый Петр Иванович, вы почему-то в декларацию не внесли свой доход в 200 тысяч рублей. Вы же получили эти 200 тысяч рублей. Пожалуйста, налог заплатите. Гражданин начинает писать нам письма. Страховая компания, что же вы делаете? Мы ему говорим, ну подождите, мы же налоговый агент ваш. Ведь представитель получил деньги не себе, а за вас. В Самаре, по данным страховых компаний, через суд проходит 8% всех случаев о возмещении ущерба по ОСАГО. В Тольятти 15. Лидируют в этом рейтинге южные города России. Так в Волгограде в судебном порядке рассматривается почти 90% страховых случаев. В первой пятерке также Ставрополь, Краснодар, Ростов. Там даже крупные страховые компании работают в убыток. По статистике, размер средней выплаты по ОСАГО в досудебном порядке составляет 35 тысяч рублей. При решении вопроса через суд почти вдвое больше – 62 тысячи. Покупаются эксперты, покупаются суды. Суды рассматривают по 200 с лишним дел в одной подборке. 8,5 миллиардов только за этот год получили автоюристы. Это сумасшедшие деньги. Российский союз автостраховщиков просит Генпрокуратуру приструнить автоюристов, а Верховный суд признать схему их работы незаконной. Адвокаты, в свою очередь, усматривают в этой просьбе желание надавить на судебную систему в угоду страховому бизнесу. Я могу понять тех юристов, которые работают в этой сфере, что они борются за своего клиента и предпринимают экстраординарные меры. Но давайте зададимся вопросом, а кто в этом виноват? Если бы страховая компания в полном объеме выполняла свои обязательства, то, наверное, не было бы дополнительных сумм и не позволяли бы они себе говорить сейчас о дополнительных убытках, которые несут. Эту точку зрения разделяет и УФАС. Одним из вариантов решения конфликта страховщиков и автоюристов ряд экспертов называет переход на натуральное возмещение ущерба. То есть не денежными выплатами, а ремонтом автомобиля.